всем привет теперь привет и тем кто смотрит нас в прямом эфире в инстаграм как мы обещали мы начинаем наш вебинар как спасти ресторан бар в кризис и так мы сегодня пригласили вас для того чтобы поделиться с вами способами как рестораны кафе бары в тех странах где уже ситуация с их посещаемость ухудшилась справляются с этой ситуации мы поделимся с вами их лайфхаками их способами тем что они уже придумали то что работает ну и мы начинаем я не буду рассказывать снова про нас потому что о нас мы рассказывали в наших предыдущих видео нас уже многие знают если у вас есть какие-то вопросы то можете с нами связаться и их задать по поводу того что мы умеем откуда умеем и почему мы это знаем и так о чем сегодня будем говорить сегодня будем говорить о том что будет происходить в ресторанном бизнесе друзья нас смотрит не только российская федерация наша статистика такова что 50 процентов наших участников это из россии да и 50 процентов это из других стран некоторых из них таких как нидерланды сша уже где-то вводят в карантин а где-то только начинается так вот сегодня мы будем говорить что вообще происходит в ресторанном бизнесе в разных странах и что скорее всего будет происходить и в россии способы получать прибыль и выручку несмотря на то что будете находиться в таких условиях и как вам занять сотрудников чтобы они продолжали зарабатывать чтобы они продолжали получать хоть какой-то доход но при этом это бы не ложилась на рестораторов тяжким временем ну что поедем поехали и так что ждать ресторатором что произошло во всех странах европы и сейчас происходит сша и австралии несмотря на то что кто-то это сделал очень быстро а кто-то долго медлил кто-то медлит до сих пор сначала в ресторанах ограничили число гостей я это вижу в принципе уже в москве да там по моему попросили соблюдать определенную дистанцию ребят кто смотрит в инстаграме пожалуйста пишите ваши комментарии что у вас происходит чтобы ситуация была понятна потому что в разных городах разные правила например в екатеринбурге из нашей мяты мне ребята написали что у них в принципе в бизнес-ланче вообще не спал поток потому что люди ходят на работу люди ходят на обед а вот вечерний гостевой поток он конечно значительно уменьшился и так сначала во всех странах европы ограничили число гостей сначала говорили что нужно соблюдать дистанцию между столиками чехи сказали нельзя больше 30 потом нельзя больше 10 неважно какое заведение там на 50 посадок либо 200 больше 30 в заведении должно быть это было вместе с сотрудниками да затем ограничили часы работы до 8 вечера представляете то есть все рестораны бары и пабы должны были заканчивать работу 8 вечера нам катерина пишет карантина нет поток спал вечером заведения работают беларусь супер и это все происходило с разницей в три дня и буквально вот как ограничили часы работы затем все рестораны закрыли но разрешили торговлю через окно и вот торговля через окно длится уже наверное две недели не меньше а неделю как закрыли рестораны но все обсуждают что в чехии возможен запрет на передвижение граждан в принципе вот как это сделали в италии в китае и тогда в принципе торговля через окно она не умрет потому что до работы все равно можно будет ходить каким-то важным фирмам и людям будут разрешать выходить на прогулку так у нас казахстане закрыли и астану и алматы все вплоть до to go остальные города работают до 22 и это ужасно касса упала в четыре раза нижний гол новгород спад на 70 процентов прежде чем я перейду к следующему слайду я поняла вообще что происходит в основном в россии россия оказалась в таком рестораторы российские оказались в ужасной ситуации потому что чешским четко сказали можете работать но не больше десяти гостей потом можете работать но до восьми вечера потом сказали не можете работать но можете продавать на вынос а у российских рестораторов получается гости перестали ходить потому что людей приживают карантин соблюдать это правильно ребята это правильно соблюдать карантин то есть гости однозначно не пойдут в те места которые продолжат работать в нормальном формате потому что гости боятся заразиться они хотят быть ответственными они не хотят принести заболевания своим близким но с другой стороны правительство и не поддерживает ресторана она не говорит им четко что делать вот если бы сказали что закройтесь но можно торговать через окно то тогда бы им было легче сориентироваться все бы тогда стали думать где бы им проделать окно ну в общем сегодня мы вам покажем все варианты как рестораторы справляются не нарушая закон и при этом не создавая опасности жителям вот обсудив такую нестандартную ситуацию в россии держитесь ребята я желаю вам хотя бы конкретики но сегодня мы покажем вам как можно и без в условиях не конкретики в принципе справляться что точно остается во всех странах осталось в США в Австралии в Германии в Чехии в Словакии в общем везде где все закрыли это осталось и так точно остается доставка я знаю что про доставку вам уже все уши прожужжали я уже вижу в комментариях на фейсбуке у спикеров что если ты сейчас напишешь про доставку я тебя ударю поэтому у нас сегодня на вебинаре не будет о том как организовать доставку но я поправлю позволю себе поправить тех спикеров которые посоветовали организовать доставку я расскажу то что они советуют неправильно и надеюсь вы еще не начали этим заниматься значит остается доставка доставка в офисе разрешена потому что в офисе все-таки люди продолжают ходить онлайн бизнес начинают вести многие рестораны я сегодня вам покажу примеры и разрешена торговля через окно и между прочим несмотря на тотальный запрет о передвижении людям разрешено ходить на пробежку с собакой и в магазин за продуктами и все эти люди им не разрешено уходить далеко от дома но получается вокруг вас сразу возникает огромная община которая рада перехватить чашку кофе пончик или то о чем мы с вами в дальнейшем сейчас поговорим продолжаем посмотрите что многие затеяли вы видите сейчас на экране слайд это скрин из инстаграма кофейни моя креденс мы с андреем в ней были два раза до всего этого были в прошлом летом были осенью то есть это было откровенно кофейня пекарня с кухней что редкость для чехии когда кухня и точка торговли в одном месте у них внутри было буквально четыре маленьких столика потому что у них всегда была большая летняя веранда и соседний зал это их же фирма маленький такой был они там продавали деликатесы то есть различные сыры джемы безглютеновую выпечку там ну в чехии можно продавать вина в общем они там продавали всякие деликатесы и у них реально профиль инстаграм я давно на них подписана там была кофейня в общем учитывая что магазины продуктов не закрыли даже мелкие даже вот мелкие дрогари 100 то что у нас вот называется вьетнамка это мы и так называем то есть но трафики здесь чехии начинают называются вот маленькие магазинчики продуктов придомовые которые раньше погибали помнишь мы когда жили на ануфри в спальных районах спальных районах продуктовые магазинчики погибали потому что все предпочитали пойти в большой супермаркет и купить там а вот здесь теперь эти магазинчики процветают потому что их не закрыли все в них ходят и в общем что вот это кофейня придумала мы к ним заезжаем выходные чтобы взять кофе по что видим что они открыты они во-первых в профиле изменили а вот сфера деятельности описание она обычно не было написано кофейня они сейчас изменено продуктовый магазин и они продолжают работать потому что они продают эти деликатесы а вот как бы десерты и кофе на вынос там они конечно ленты ограничили санитайзеры поставили мебель 10 летний веранды убрали написали объявление что только по одному заходим они работают при раз открытой на распашку двери но сам факт они как работали так и работают и мы поняли что на их примере многие ребята стали буквально ставить себе два-три стеллажа выставлять на них деликатесы специально за это заказывать деликатесы у своих поставщиков различную интересную консервацию бакалею другие вещи которые долго не портятся и быстро вносить поправки в сферу своей деятельности что это вот как бы небольшой такой магазинчик который продает продукты ставят прям древянные ящики с овощами с фруктами и они становятся блин я не знаю какой же по-русски grocery stores вот этими про грубо говоря продуктовый киоск продуктовая продуктовый магазинчик пускай там ассортимент небольшой и благодаря этому продолжают продавать кофе многие напитки многие блюда и о чем мы с вами сейчас поговорим дальше вот такой совет как в принципе не нарушая закон и не создавая опасность для людей можно продолжать работать далее я говорила о том что некоторые переходят в онлайн бизнес на полном серьезе здесь кафе и рестораны начали создавать срочно онлайн продукты я про это писала вчера в публикации в инстаграм поэтому кратко повторюсь они начали делать сборники рецептов вдохновиться можно вот в этих профилях внутри каткой кондитория кондитория давно уже зарабатывает большие деньги на том что занимается онлайн бизнесом продажи готов продажи своих рецептов по сути и обучением через интернет мы посоветовали статье выделить три целевые аудитории под каждую сверстать сборник сделать обязательно электронную версию который можно будет высылать через интернет и печатную кто-то хочет иметь печатный буклетик и обязательно к сборнику рецептов заснять видео уроки выложить их на youtube между прочим эту кондиторию них именно так рецепт платный он стоит допустим 100 рублей 200 рублей 300 рублей них есть рецепты а видео бесплатное но если ты будешь смотреть видео на ютюбе ты ничего не приготовишь потому что там подробно конечно видны все ингредиенты и как это готовится но ты не знаешь сколько а если ты не знаешь сколько брать то ты не приготовишь более того к этим сборникам можно продавать ингредиенты полуфабрикаты инвентарь и что-то из посуды и я уже видела скрины даже у нас из екатеринбурга начали уже такое делать что делайте коктейли сами дома мы привезем вам шейкер стрейнер и наш домашний виск ой не виски и алкоголь нельзя продать на выно на вынос и наш домашний сироп остальные накопченой вишни ну про это было у нас публикации и здесь я тебя хочу еще добавить что когда доставляете сборник гостям или доставляете еду или напитки обязательно вкладываете какую-нибудь приятность что здесь в чехии вкладывают при доставке на вынос одного сотрудника посадили бесплатно шить вернее это его работа его посадили шить бесплатные маски из хлопковых тканей кстати по этой причине магазины ткани сначала закрыли а потом открыли чтобы люди могли продолжать покупать ткань и шить маски значит здесь рестораны кофейни бар и когда делают доставку либо вот этого сборника рецептов либо продукции они например прикладывают в подарок бесплатную маску либо прикладывают купон скидку на доставку либо какую-то мелочь мини десертик либо бутылочку с морсом и многие еще сейчас потому что сотрудников надо чем-то занимать их нужно сохранять и надо продолжать удерживать свою аудиторию начали вести каждый день прямые эфиры в прямом эфире бармен либо повар готовит рецепт дня это что-то новое это не то что было у них в меню и они тут же предлагают доставить это блюдо и тут же предлагают купить за 50 за 100 крон этот рецепт и таким образом у них двигается потихоньку небольшая выручка от онлайн активности те кто смотрят нас на ютюбе вы тоже из разных стран если у вас есть какие-то примеры связаны именно с тем как рестораны кафе бары немного переквалифицировались в другую сферу деятельности например то что мы рассказывали стали продуктовыми магазинами либо у вас есть примеры того как рестораны кафе бары стали уводить свой бизнес в онлайн напишите пожалуйста в комментариях я уверена что всем это будет крайне полезно а мы продолжаем сейчас будет важный блок от которого уже всех тошнит чего вам не сказали про доставку друзья плохая новость что действительно все-таки доставлять будут все я сейчас вам приведу примеры люди мне кажется никогда в жизни бы не могли представить что они займутся доставкой самое первое что приходит в голову но хорошая новость что если вы правильно подойдете к этому процессу то можно привлечь новую аудиторию которая к вам раньше не ходила и сохранить при этом часть своей людям раньше допустим территориально было удобно обедать около своей работы а теперь будет территориально удобно обедать и ужинать около своего дома и для люди которых раньше вы никак не могли заманить теперь они будут к вам заходить так вот вопрос что влияет на выбор клиента доставки это не так много факторов то есть вот у нас сейчас человек сидит дома у него масса вообще прям вариантов у него масса агрегаторов доставки ему доступен весь город что повлияет на его выбор почему он выберет заказать доставку вот из этого ресторана а не из того перечислите пожалуйста смотрите нам пишет светлана цена время доставки отзывов я ценой не соглашусь потому что вы ценой демпинговать не сможете вот уже сколько стоит у вас продукты сколько у вас есть кост вы будете конечно им играть чтобы сохранить в оптимальный но если кто-то продает суши за 80 рублей вы же не можете в ущерб себе это делать то есть у вас просто будет другая категория людей которые цена 200 вместо 80 нормально итак нам назвали что люди будут выбирать доставку за счет временной доставки и отзывы это конечно качество так вот на выбор клиента доставки влияют следующие вещи кардинально это тип продукта что доставляете ценность состав предложения скорость и способ доставки способ оплаты это очень важно и время доставки и здесь я поставила в скобочке ночь один раз про это скажу и потом не буду многие будут продолжать работать в удобном для них режиме но я советую некоторым попробовать наоборот днем отдыхать ночью работать потому что очень много людей ведущий ночной образ жизни им сейчас некуда пойти они будут сидеть дома тусить смотреть фильмы и вот попробуй закажи доставку чего вкусненького в три часа ночи да и конечно же качество продукта так вот чего вам сказали неправильно на тех вебинарах от очень известных специалистов от которых я слышала за последние дни они в общем советуют андрюха сделать ABC анализ и продавать самые популярные свои позиции и самые выгодные ну короче там группу а а я советую не делать ABC анализ не тратить на это время и не продавать ваши самые популярные позиции почему я советую вам не делать то что советуют вам лучшие специалисты страны не надо делать ABC анализ отличный первый вариант во первых эти блюда часто не подходят для доставки да но и это не главное например там у нас были в группе а бургеры но не доедет ваш бургер гости сначала закажут по старой памяти что они ели у вас вкусные но именно ваша булка размокнет там котлета остынет сыр и он будет есть и думать фу что за гадость но тоже нам да пишет светлана что могут потерять вкус многие блюда могут потерять вкус во время доставки молодцы но тогда мы сейчас перейдем к этому обсуждению кратенько примеры вам приведем а подытожить вот этот момент я хочу следующим делать ABC анализ вы будете ну вам рекомендуют это все-таки отчета продаж прошлого периода там поведение у людей было другим зачем нам анализировать прошлое поведение наших гостей если в будущем периоде она уже изменилась и она изменится вам этот ABC анализ не даст ровным счетом ничего потому что сейчас вам придется работать в условиях неизвестности мы еще не знаем что стало с потребительским поведением наших гостей и поэтому придется пробовать как можно больше но давайте посмотрим как вы уже сказали нет смысла начинать продавать на доставку самые популярные потому что они во первых не доедут а многие из них готовятся для окна долго долго ребята это дольше двух минут вряд ли там двух минут ну трех вряд ли у ребят там знаешь блюдо в ресторане которые отдаются за две-три минуты поэтому совет который дали абсолютно все рестораторы кто сейчас в условиях карантина продолжает работать и зарабатывать делайте новое меню но не бойтесь прям не новое меню на 100 позиций новое меню на 5 на 10 позиций и давайте мы сейчас вам примеры покажем что делали ребята итак главный слайд вы видите сейчас перед собой новый продукт должен быть доизжабельным это значит что вот он такой же вкусный когда он приедет новый продукт должен быть также может быть то что покупают это заготовки и полуфабрикаты мы вам сейчас примеры приведем и новый продукт это должен быть fast food ну вот я настаиваю что он должен отдаваться собираться за три минуты андрей говорит что 10 минут гости согласно подождать 56 56 ну и давайте посмотрим кто во что как говорится город кто во что переобулся и так кондитерская обычная кондитерская было которые продавали пирожные профит роли она была у них там пара этих киши до тортики что теперь они стали быстро продавать они стали делать тесто слоеное дрожжевое потому что люди сидят дома и они бы с удовольствием что-то испекли на им лень возиться с тестом они стали продавать свою гранулу это пример полуфабриката они стали предлагать довести завтрак то что людям хочется себя побаловать но лень делать вафли блинчики они стали продавать мороженое для мороженого покупают блин зря я картинку да наверно не вставила такая специальная ванна из пенопласта да а за счет чего-то мороженое не тает можно донести до дома мы сами уже покупали до такие пенопластовые ванны двух размеров и они начали продавать свое домашнее мороженое на вынос и доставка очень плотно закрываются очень толстые стенки из пенопласта за счет этого они ну конечно не как термос но слушая в россии вот вроде как бы пользовался услугами ресторанов но я ни разу не видела доставку мороженого или услугу мороженое на вынос и тут вот этот киоск его прям забомбила потому что у них тоже мороженое было не основным продуктом но они начали его доставлять в этих ваннах и все потому что они делают мороженое сами у них пускай и три вкуса но все знают что оно натуральное и все его конечно заказывают и они начали доставлять свежевыжатые соки тоже то что доезжает полезно люди боятся лишний раз выйти в магазин купить фруктов фрукты долго не хранятся а ресторанчиком и кондитерской вот этой привозит поставщик и вот бутылочки со свежевыжатыми соками тоже у них сейчас много заказывают а вот пироги но я не рекомендую вдруг кондитерским начинать делать пироги на доставку почему по крайней мере в россии в странах ближнего зарубежья кондитерская значит продавала десерты тортики пироженки и они успешно начали продавать тесто гранулу завтраки мороженое свежевыжатые соки но почему я бы не стала рекомендовать кондитерской начинать продавать пироги хотя у них все для этого есть у них есть оборудование у них есть где-то испечь почему я бы вот пироги не стала бы скажешь по той же причине что не советую ресторанам которые не в жизни не делали пиццу вдруг начинать работать на доставку пиццы на доставку роллов ничего хорошего не выйдет вы прогорите ведь многие рестораны реально начали понимать что нужно сегмент доставку они стали рассуждать как что люди любят роллы и люди любят пиццу и давайте мы тоже будем делать роллы и мы будем делать пиццу категорически нет и по той же причине кондитерской не надо начинать делать пироги их продавать нам сейчас кто-то пишет ответ мы его дождемся и пойдем дальше и так катерина пишет времени на отработку нет рука не набита на самом деле у вас могут работать в кондитерской бывшие пекари и в обычном ресторане бывшие сушисты друзья потому что этот рынок уже занят до вас и люди вот как пишет катерина они там набили руку отработали схему доставки и люди их уже знают у них огромная аудитория как бы рынок уже переделин и входить на этот рынок узкоспециализированного продукта который уже пользуется популярностью а это именно пироговые пиццерии и службы доставки японской кухни вам их не победить это как вот знаете там одна девочка тренировалась гимнастике четыре года и она готовится к олимпиаде а вторая девочка училась играть на фортепиано и тут она решила за месяц подготовиться к олимпиаде но конечно уже не выступит так как то зачем в это дело лезть но мы вам сейчас приведем еще примеры прикольные что сделали различного типа предприятия какой продукт они создали новый буквально за два дня и стали на этом прикольно хорошо зарабатывать смотрите дальше я этот слайд повторю четыре раза новый продукт должен быть доезжабельный это должны быть заготовки и полуфабрикаты и это должны быть какие-то блюда категории fast food которые они продают через окно ну смотрите дальше стейкхаус они мне сказали что у них заказывают сейчас в основном а то смотрите что не приготовить дома вот какого оборудования дома нет но практически ни у кого нет у нас есть сковородки у нас есть мультиварки а чего практически ни у кого нет дома но мало редко фритюрницы да фритюрницы и гриле и вот именно этого всего людям и хочется и у них начали заказывать гренки они сначала начали довозить и сырные палочки к пиву но быстро поняли что сырные палочки не доезжают мы это у нас еще в мяти поняли и мы сделали другой продукт в мяти еще давно у нас называется сырные шарики если хотите я вам пришлю птк на эту заготовку там сыр смешивается с небольшим количеством муки и яйца получается очень вкусные воздушные сырные штуки также они потом жарятся во фритюре в панировке то есть по сути это как сырные палочки но за счет добавления муки и яйца они вот не опадают под кляром а по вкусу тоже самое получается и гостям нравится и стоят они дешевле и это и то что доезжает на выносу в коробке спокойно 2-3 часа не теряя своей консистенции в общем у стейкхауса начали покупать крылья куриные байцы как жареные так и замороженные вакуумированное мясо просить привести соусы гарниры они стали делать наборы приготовь меня это вот прям кусок допустим мяса овощи для гарнира соус и бумажка на которой написано как это что готовить полуфабрикаты всю в и потому что человеку дома долго жарить стейк или мариновать ребра а если он заказывает полуфабрикат ребра уже в маринаде уже немножечко томленые всю в и ему остается буквально 5-10 минут довести их до готовности и есть еще очень хорошо покупают ну по сути это товар от поставщика стейки тунца вакуумированные колбаски и мидии особого сорта большие такие то есть вот это вот поставщик ресторану привозит ресторан делает наценку и продает на доставку ничего не делая с этим продуктом то есть повар здесь даже не нужен этой вот расфасовкой занимается сотрудник бывший сотрудник зала просто смысл в том что в обычном магазине это не купить в макро не все могут поехать и люди не хотят ехать в макро но они привыкли есть вот эти деликатесы или решили попробовать сейчас и у них стали покупать те продукты которые не купить в обычном супермаркете хотя супермаркеты и работают снова мозоли вам глаза то чего вам не сказали на тех вебинарах которые были по доставке новый продукт должен быть до изжабельный заготовки и полуфабрикаты и категории фастфуд чтобы продавать через окно смотрите семейное кафе но я бы переформулировала назвала это ресторанчик с невнятной концепцией когда у ребят было все к ним приходили все то есть так знаете мне кажется 80 процентов российских ресторанов кафе и нашими это в том числе подходит под это описание что у них сейчас где делает им кассу они начали продавать замороженные супы тыквенный крем-суп но без сливок вот чисто это тыквенное пюре они доставляют вместе с коробочками со сливками и люди уже у себя дома делают себе тыквенный крем-суп по мелочи складывать он тоже семечки тыквенные и филе индейки то что дополняет суп замороженные борщи видите дома люди не хотят варить суп они разучились это делать это действительно муторно вкусный суп сварить искусство и ресторана несколько нам сказали что они раньше варили допустим заготовки супа и у них они продавали за два-три дня они заморозили им позвонили первые знакомые и сказали что можно ли у вас купить суп они говорят да мы тут заморозили как раз по порциям приезжайте забирайте и у нас в мяте с андрюхой последние несколько лет сформировался я бы сказала группа постоянных клиентов которые покупали именно замороженный суп они приезжали раз в неделю покупали несколько порций замороженного супа клали себе их в морозилку и могли дома поесть вкусный супчик не тратя на это усилий на в принципе это тоже было выгодно потому что те клиенты которые это делали они ну редко ходили в наше кафе им нравилось покупать наши полуфабрикаты многие кафе и рестораны семейного типа начали изготавливать полу начали лепить пельмени варить морсы также делать тесто а вот из готовых блюд рынок сейчас пока еще не полный и продукт у них невкусный некачественный и плохо доезжает это китайская лапша в коробочках почему здесь нарисован пончик это плюшка если вам нужно вы мне напишите контакты вы увидите в конце я пришлю вам технологички карточки 3-4 видов китайской лапши в коробочке которую мы продавали мы продавали ее на ярмар очках мы продавали и на вынос мы выяснили что рецепты реально вкусные разные легко готовятся и они клево доезжают они не химозные это хорошие качественные рецепты которые мы отрабатывали в мяке достаточно такого хорошего качества и недорогие вот этот новый продукт можно начать делать пишите на моем ттк 4 пришлем вы начнете хотя бы с них и вы увидите что рынок китайской лапши действительно он пока не полный а вот в рынок пиццы роллов и пирогов мы советуем вам уже не врубаться потому что там вы не догоните подытожим новый продукт должен быть доезжабельный продавайте заготовки полуфабрикаты и делайте какие-то блюда фестфуд для окна я знаю что кто-то работал формате здесь чехии лазаньярии и у них продавалась готовая лазанья но теперь они быстренько пересы переориентировались и начали продавать на вынос через окно и на доставку свою домашнюю лазанью домашнюю пасту потому что в супермаркетах продается ну все равно не тот ассортимент они например делают черную пасту черные фетучини черную лазанью и у них это начали покупать пожалуйста те кто смотрят на ютюбе напишите пожалуйста в комментариях что еще вы посоветуете тем кто посмотрит это видео после вас так подведем же итог по доставке андрей этот слайд увидел и обрадовался одновременно и удивился потому что на фотографии вы видите наших поваров из мяты это диля и света и так краткий ток по доставке подведем и закончим эту тему потребности людей изменились и изменятся еще и нам будет сложно на них реагировать но мы должны реагировать быстро надо подогнать продукт под новые потребности либо попытаться создать быстро продукт под новые потребности они пытаться продать имеющиеся дела и бисе анализы выбирая там самые продаваемые блюда все это как чувак продавал часы вот в испании вы это наблюдали потом настало лето и он пошел эти часы продавать на пляже никто не купит продавай мороженое продавай кокос и продавай воду даже если для этого вам придется добавить новый продукт который никогда вы не делали но кто-то умеет делать это хорошо а теперь ты понимаешь почему на фотке теле и света что мы в мяте никогда не продавали но они умеют делать это божественно и сейчас бы этот продукт прям бы там бы зашел каждый из них умеет делать один продукт божественно ну вспоминай что-то у них лакомился ну пироги у них хорошо получаются мы советуем не врубаться в рынок пирогов выпечка у них света была богиней выпечки правильно и есть она такие делала нереальные слова булочки а ведь классная булочка нехимозная тепленькая это все редко с в Екатеринбурге помнишь как мы пытались и где-то купить и нигде не купить а диля делала офигенные манты и варила классную шурпу и лагман да узбечек много но блин они не того качества у них не та упаковка они не такие как бы ну плов project будет сейчас конечно доставлять но всех на плова не хватит а наши гости я думаю с удовольствием будут рады заказать у нас шурпу и лагман от повара который работает у нас уже 10 лет и манты замороженные мы их почему в кафе не продавали деле их круто делать они у нее очень вкусные но у нас нет мантоварки и мы не хотели и ставить и мы не хотели с этим связываться это все равно там 20-30 минут в общем иногда просто делала их для нас для сотрудников и кто-то там тоже уносил замороженные домой но сейчас когда пришла эра продажи полуфабрикатов достойные манты в магазине вообще не купить а многим хочется и вот если у вас есть сотрудники которые в чем-то хороши но раньше вы этим не про этим не торговали скажу это слово потому что вам по процессам это не подходило то теперь эти полуфабрикаты и эти изделия вы можете и должны продавать теплые светлые булки жаль что я не могу показать не фотки не дать им попробовать они бы поняли что через 10 минут заморозку конечно 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 функция манты но манты не купишь магазине достойные там они есть они есть но не промышленные ломаются тесто толстая мясо дешевое плохое некачественное а манты любят очень многие люди и так что еще мы с вами поговорили влияет на выбор клиента доставки ценность предложения и скорость и способ доставки давайте здесь немножечко посмотрим чего вам не сказали ваша задача в общем друзья анализировать конкурентов и выделиться хоть в синий цвет апельсины покрасить но если вы не выделитесь у вас не будет заказов отсюда начинается с ресторана некоторые начали работать на доставку и вот они повесили свои блюда по ибиси анализу а у них никто не покупает потому что все начали работать на доставку понимаете если сейчас все на улицу выйдут в красном платье то как бы мне кажется ты свою знакомую не узнаешь ну и вот варианты которые предложили здесь ребята которые их просто фильтруют по этим показателям в приложениях и у них увеличивается доля доставки они во первых сделали бесплатную доставку взяли на себя потому что понимают один раз человек закажет он прилюбится он начнет заказывать каждый день отменили ограничения по районам машины ездят но как бы пробок не будет и в любом случае во всех городах даже там сейчас еще не ввели запреты не ввели карантин их стало намного меньше хотя сначала их было больше потому что все у кого были машины вот первые несколько дней они начали везде ездить да да и некоторые ввели у себя такую же функцию быстренько наклепали купили готовое онлайн приложение и сделали так что каждый заказ по сотовому номеру того кто доставляет гость может отследить где он у него находится как быстро он к нему едет даже если он едет долго он все равно видит что он двигается он видит по какому пути он едет и короче не нервничает не звонит и не спрашивает почему так долго в общем ищите вот такие способы как вы выделитесь да это прям надо где-то транслировать вы можете отследить наш заказ где он находится как он к вам едет и ради уже этого наблюдения человек выберет вашу доставку а на цену он особо смотреть не будет вы же не собираетесь продавать там с наценкой в 500 процентов вы собираетесь выдерживать вашу предыдущую цену ну и все не надо пытаться победить людей по цене в пинцерии при заказе от двух 500 пинцев подарок это такое предложение вот знаете смотрите представляете вы потеряли сразу 9 из 10 заходим мы такие и хотим заказать пинцу и смотрим что у вас от двух 500 пинцев подарок мы такие думаем блин да нам на троих столько пинца не съесть не разрешено же тусовки и гостей а заходим на другую там ведь сейчас приложение фильтруют ты можешь сделать фильтр по продукту пинца и мы сразу видим от других что привезем вам маски в подарок и все и мы заказали у них и возможно даже там на две тысячи потому что вот эти вот все предложения ребят не стимулируйте ценой стимулировать час ценой и всякими там акциями подарками будут все но мы сейчас про это еще немножко поговорим выделяйтесь другим более важными вещами и они были на предыдущем слайде выделяйтесь отменяйте ограничения по районам делайте бесплатную доставку давайте какие-то фишки хоть камеру блин вешайте на кухню как готовится ваш заказ вы можете посмотреть чтобы быть уверенными что ваш заказ безопасен несколько советов о продвижении в эти сложные времена я не смогла найти картинку получше но мне надо было показать как это работает в общем ваша новая целевая аудитория которая раньше возможно к вам не ходила это теперь ваши соседи кто такие ваши соседи назовите их пожалуйста это две большие группы людей что они делают рядом с вами они ваши соседи и не раньше к вам могли не ходить не потому что вы им не нравились а потому что они большую часть своей жизни проводили в другом месте и кто живут рядом с вами раз а еще мы вам сейчас просто такую историю расскажем ну давайте пока по тем кто живет и так не закроют ни в каком случае не ограничат доступ магазины продуктов зоотовары и аптеки мы вам предлагаем уже сейчас найти все ближайшие слушая банки работают банки работают мы вам предлагаем найти все ближайшие сейчас вокруг нас к ним сходить зазнакомиться спросить можно ли будет повесить плакат у них на двери где-то на видном месте какие требования к плакату каков каком он должен быть в фирменном стиле возможно успевайте сейчас его сверстать распечатать потому что потом вы в эти места можете уже это сейчас делать люди в них будут продолжать ходить даже если они перестали ходить в рестораны потому что спал спрос и там должно быть яркое ваше предложение что вы делаете доставку того-то того-то но не надо перечислять все понимаете это должно быть одно у т.п. например там манты либо бесплатно либо в любой район либо полуфабрикаты вот эти вот сырников или замороженные супы не варите суп еще я вам советую попробовать повесить в разные точки разные чтобы посмотреть что сработает в банке например может быть что вы продаете полуфабрикаты мясо мясные наборы приготовь сам в аптеке и магазины продуктов уже замороженные супы в общем подумайте какая категория чаще ходит туда и сюда и повесьте разные плакаты еще один несколько вариантов мы таких видели здесь в праге сделали чтобы сначала жители района привыкли что вдруг кто-то что-то стал продавать через окно особенно если с входной группой не очень повезло они попросили друзей приехать несколько друзей днем несколько друзей вечером встать вот эту очередь в масках с расстояниями по 2 метра и они в это время будут чем-нибудь угощать и получается жители района они гуляют выходят на прогулку видят что тут стоит очередь они автоматически подходят пристраиваются узнают что за очередь зачем она стоит и достаточно нескольких дней привыкнуть что здесь идет какая-то торговля и они начинают тоже здесь покупать этот шар уличный его тоже можно заказать сейчас с вашим логотипом они разрешены не обязательно стоять его и держать здесь просто девчонки подошли сфоткались мне хотелось вам показать смысл как это выглядит и в какого масштаба шар если поставить такой в центре двора или повесить на фонарь он никакого вреда фонарю не навесет не нанесет он легкий его вполне может держать человек но этот яркий он должен только быть не белый наверное да должен быть яркий какой-нибудь там красный зеленый ваших тонах с вашим логотипом и там обязательно должно быть слово to go как бы продаем через окошко продаем на вынос открыли доставку вот такой шар если вы повесите в соседних дворах то люди быстро поймут живущие вас что у вас открылся этот бизнес некоторые здесь вешают колонки в дневное время на улицу в колонках играет не музыка а идут объявления привет не хочешь варить суп мы продадим тебе замороженный заходи привет хочешь купить домой стейки заходи к нам всем покупателям даем морс в подарок в общем вот эти вот объявления из колонок они идут на улицу и люди понимают что тоже здесь что-то происходит некоторые отдали на реализацию на заправки особенно это работает с заправками не крупных сетей а с частными с маленькими с небольшими заправками начали привозить свою какую-то продукцию на реализацию на заправке потому что на заправке люди продолжают ездить они открыты ну и в офисы идите ногами ну я вот помню у нас конечно тогда была другая кризисная ситуация тогда было падение курса в общем все депрессовали тоже многие закрывались и мне один умный человек пусть и далекий от ресторанного бизнеса посоветовал говорит если все кто вокруг тебя тусуются не ходят к тебе ты делаешь что-то неправильно я говорю как же узнать что неправильное дело он говорит а ты иди к ним сходи и в общем мы с андрюхой попросили поваров напечь там 300 печеней их у нас официанты несколько часов паковали вот вам и работа для официантов и мы с этими печеньями пошли вообще по району и мы обнаружили что там масса офисов частных фирм мы заходили угощали их печеньями сейчас тоже это можно делать в маске перчатках они в обалке я уже по-чешски говорю в мешочках запакованы индивидуальных можно щипцами их передавать и мы заходили были привет мы кафе мята мы вот рядом с вами причем там было буквально в 100 метрах да да даже иногда меньше просто во дворах они говорили о да а мы про вас не знаем мы говорю так вот же мы они такие да мы как-то вот с собой еду носим мы к вам не ходим и вот обойти все этих людей угостить печеньками и сказать ребята мы сейчас запускаем доставку у нас с кофе можно купить через окошко заходите к нам мы сейчас сделали много всего нового это надо проделать просто вот обойти людей ногами это методы пиара которые пробовали мы когда у нас было свое кафе так мы не разорились да мы переехали в другую страну а то мне все время не нравятся эти фразы когда у нас было свое кафе я думаю слышу у них а где оно чему ты людей ты сейчас учишь где твое кафе просто переехали в другую страну еще не успели открыть да вот я пока немножко пофилософствую я поняла почему российские рестораторы вот в такой панике получается их официально не закрыли никакой получается компенсации им речи не идет ни по налогам не по кредитам не по аренде но при этом они потеряли 50 процентов гостей кто-то 70 ребята я вам здесь хочу сказать одно вам никто не поможет вас никто не спасет вы можете принять решение депрессонуть закрыть бизнес бросить своих сотрудников в это тяжелое время понятно ситуация тяжелая идет потеря спроса но ведь так было во многих бизнесах помните там раньше я не знаю читайте эти книги читайте тебе графитом кто-то производил машины на паровом котле у него тоже работал много сотрудников на этом тоже была завязана промышленность потом бах изобретают новый тип двигателя и этот паровой котел становится никому не нужен по сути мы сейчас переживаем ребят тоже самое а вот великолепная книга эмиля золя она называется блин короче не помню я читала раз 20 миль золя у него есть одна книга рассказывает историю дельца который первый открыл крупный парижский магазин и там трагичные истории сколько семей вообще в париже маленьких магазинчиков которые торговали по 300 по 400 лет кто-то кружевами кто-то шляпами как все не разорились потому что он открыл крупный универсальный магазин я вспомнила роман называется дамское счастье читайте его сейчас вот эти все штуки они происходили они будут происходить и рестораторы российские оказались такой ситуации что их официально не закрыли значит они дадут компенсации ни на зарплату не на налоги не на аренду нет срочек ничего но люди и слава богу перестали к ним ходить почему я говорю слава богу потому что люди все-таки чувствуют ответственность перед теми кого они могут заразить и они перестали ходить так ребятки короче никто вас не спасет и никто вам не поможет но вы можете сами выход есть всегда в большинстве ситуаций можно настолько минимизировать в итоге свои убытки и риски а также научиться чему-то новому что вы потом взлетите и вас будет не догнать мне здесь уже поупрекали что типа такая сидит в чехии ресторана нет бизнес онлайн ребят я вообще-то официанткой работаю и мой отель закрыли три недели назад и у меня нет работы какой онлайн бизнес это хобби это хобби которые иногда приносят там немножко денег на какие-то вещи побаловать себя но нет я сижу улыбаюсь и говорю вам что все будет хорошо потому что мы будем продолжать каждый из нас что-то делать не сдавайтесь и главное не совершайте поступков о которых вы пожалеете а это вот вчера голосовалку устроила значит отправить ли сотрудников внеоплачиваемый отпуск или уволить да кто это плохо вы их отправляете без денег а им то что делать у у них же тоже есть родные близкие родители даже они могут сказать тебе сейчас знаешь масса будет аргументов да они плохие как раз как бы и уволю нет короче ребята людей надо сохранять и давать им возможность зарабатывать отправлять их внеоплачиваемый вот недавно мне вчера женщина написала еще в комментариях что можно же типа на больничный на больничный отправить я говорю я об этом думала но я то даже в вебинар не стала включать потому что на самом деле если закапать клей в нос канцелярский обычный клей я так в редскалтоне в 22 года больничный получила то при закапывании клея в нос канцелярского вас поднимается температура до 38 градусов вот я с этим клеем в носу заложенным носом у меня все течет температура пришла к врачу выйдешь тоже пишет антон я так в школе делал все знают этот способ я в общем пришла и мне дали больничный на два дня чтоб я типа вылечилась но сейчас так не прокатит прикиньте короче сотрудник закапает клей в нос ребенку чтобы получить больничный по уходу за ребенком это в принципе выход для сотрудника для предприятия уйти на больничный а его заберут в инфекционку да не надо сейчас шутки шутить с больничными потому что как среагируют конкретный врач конкретной больницы в вашем городе вам она нафиг не надо попасть в инфекционку поэтому метод сохранения сотрудников больничный мы советовать вам не будем этот мы обсуждали ценность предложения андрей сказал что хотел бы заказать все в одном месте и наверное да это было бы удобно чтобы не заказывать пиццу там морс здесь это тут но я вам советую не всегда вестись на желание клиента и не расширять предложения иначе начинает страдать качество и скорость и способы доставки не надо вот например вчера нам не продали кофе помнишь да бред да прям вот в двух местах причем в одном месте мы видели что зашел курьер постучал и мы спросили как бы можно купить кофе он там он на работе он говорит нет у нас типа дверь мы не работаем через окно можно заказать у курьера и курьер придет открыт дверь мы говорим так давайте мы сейчас позвоним подождем на улице 10 минут вы сделать нам кофе вы же курьеру дверь открываете и мы в масках мы тоже как бы в перчатках и нам дадите и он такой нет только через курьера где логика как бы онлайн оплата есть все есть а во втором месте мы пришли через 10 минут после открытия они торгуют через окно они мы видели что пришли 20 минут назад мы до этого гуляли там рядом и вот когда мы а мы купили мороженое потом еще вернулись то есть они на работе уже были около часа полчаса точно около часа и мы возвращаемся грим типа можно кофе купить с собой они говорят у нас кофемашина не нагрелась ну вот как бы вот ценность предложения скорость продавали у нас с собой струди три вида струдели очень вкусные большие сашим супер классно можно еще кофе капец просто вот кнопку нажать я согласна купить пускай самый там невкусный дешевый кофе но у него вообще его нет он один там он там сам делает штрудели самых продает но кофе-то машину автомат поставь друг ее даже покупать не надо что все вместе если человек заказывает пиццу ну четыре из пяти он хочет колу я уж не говорю там какие-то безумных коктейль и так далее но каких как минимум газировка у вас должна быть наличие чтобы он мог это заказать да так пролив шоу мы поговорили это сейчас один из методов в котором привлекают внимание именно к себе к своему продукцию в своей доставке рестораны по всему миру они быстро ставят камеры и гости которые сидят сейчас дома все любят сидеть смотреть реалити-шоу просто наблюдают за жизнью ресторана изнутри в режиме онлайн что они там делают как говорят о смотри бармен пьет кофе а вот она пришла пошла переодеваться это людям интересно это достаточно дает большой поток камеры стоят копейки вообще прям сейчас мне кажется меньше 1000 рублей стоит камера цветная да антон написал по поводу персонала сейчас самое время делать мощную команду и об этом наша последняя часть и так про это я уже говорила все заказы сопровождайте приятностями что делают рестораторы самодельные маски если не доставляют онлайн сборник рецептов они прикладывают купоны на скидку уже на доставку мини десерты мини бутылочки с морсами с напитками и некоторые вкладывают занималки для ребенка не только раскраски я вот здесь привела такую картинку эта книжка которая есть у нас кариной она меня прям поражает это вот не похоже ни на что ни на одну развивалку с предыдущими то есть задание для пятилетки в то же время выполнимые но сложные и я прям слышу как у нее шестеренки в голове работают как она решает эти задачки и вот если вкладывать просто некоторые рестораны вкладывать раскраски что типа вы же сидите дома вот вам презент для ребенка как его отвлечь на те 10 минут пока вы поедаете привезенные манты можно вкладывать вырезалки оригами или вот такие штуки которые займут ребенка на 15-20 минут и честно говоря еще создадут досуг с родителем то есть они могут это что-то сделать вместе если вы думаете что именно вам ничего из этого не подходит смотрите друзья у нас значит озеро в двух минутах ходьбы от дома и там огромный спортивный центр вот его сайт амбр спорт цз у них несколько крупных филиалов по всему городу но в основном это теннисные корты и у них значит вот смотрите вот сюда подходишь вот такая огромная раздача горячий цех тут салатики десертики берешь вот здесь в кассе платишь и выходишь внутри у них по моему что-то 50 60 80 около 100 посадок около 100 посадок работали они с 7 утра у них сначала были завтраки формате шведский стол потом обеды и потом ужин и работали с 7 утра до 11 вечера и на террасе у них я читала что 400 посадочных мест летняя веранда но летняя веранда мы здесь в декабре на ней сидели кушали потому что тепло и вот этих ребят одновременно в очереди стояла человек по по 30 по 40 вы представляете сколько у них персонала было девчонки прибирали посуду там отвозили мыли кто-то готовил кто-то работал на раздаче и вот никто не уволился никто не уволен и это вообще блин столовка с буфетом мы думали что они будут делать потому что запретили летние веранды им пришлось всю мебель перевернуть обклеить все лентой сидеть на улице даже за столиками нельзя это место распространения заразы зайти к ним нельзя у них штата прямо тьма они конечно же начали работать через окно ну как через окно через дверь мы сейчас покажем как это выглядит и вот на днях у них появилось объявление я перевожу с чешского новинка онлайн заказ блюд если вы зайдете к ним на сайт вы увидите какой он кустарный какой простой но это они прикрепили онлайн доставку вот они сделали прикольное предложение андрюха не вчитывался там короче они как смотри доставка бесплатно стоимость доставки входит сама доставка упаковка и суп и там написано стоимость одного блюда столько двух столько трех столько четырех столько пяти столько и неважно каких я подумала как это круто то есть даже одно блюдо можно заказать а можно 5 но через одно начнется наверно все-таки привыкание вообще заказывать у них и вокруг это не бизнес район абсолютно это спальный район но здесь много маленьких фирмочек на первом этаже и магазинчиков и конечно все эти люди в обеденный перерыв ходили обедать к ним но теперь вместо доставки дойти вот от гамра до всех этих офисов от пяти до семи минут а у них тьма сотрудников и мы видим как они те кто раньше там мыли посуду и готовятся сейчас в их фирменной одежде тусуют на улице и ждут пока им нужно будет отнести пакеты у них конечно же из велики самокаты и они обслуживают район прям молодцы желаем им процветания и если вы думаете что вам ничего этого не подходит ребят даже столовка на 400 посадок переобулась на доставку и сохраняют своих сотрудников значит и вы тоже сможете но это еще не все методов сохранения сотрудников будут впереди и так окно останется потому что кто-то входит на работу в магазин собакой и на пробежку окно это буквально смотрите что делают открывают дверь и ставят что есть это становится касса это становится касса если у вас нет окна оборудуйте дверной проем вот здесь мы покупаем мороженое вот эта дверь они открывают стопорят мы вчера видели как она вот эту вот штуку поставила поставил стекло непрозрачное это какая-то вот это вот деревяшка такая легкая фанерка такая с шашовой стороной а вот это она подвесила на два крючочка там у нее веревки они проделали вот это уже орг стекло пластмассовое она закрывает ее лицо и вот здесь у нее стоит стол стол да вот этот она сейчас выдвинет и вот тут у них висит что они продают в какие часы работают и как можно заплатить вот а вот эти ванны из пенопласта для мороженого когда вы продаете через окно продукт должен быть очень быстрый что это мороженое кусок готовой пиццы наверно это шаурма хот-дог то есть что-то что ждать две-три минуты если продукт не быстрый они быстрый для окна в моем понимании это вот семь минут то нужно тогда работать системой номеров озвучивать их и подписывать на сервис чеках и у человека кто продает должен быть микрофончик а на улице должен висеть маленький динамик а у нас в екатеринбурге такая система используется в бестро китайском джангсу а по-моему женя его продал но бестро работает можно позвонить и спросить прям ребята что вы используете там вот ты выбрал лапшу какую тебе сделают тебе говорят ваш номер 23 и ты идешь садишься в зале ждешь и та же девочка что работает на кассе ей когда повар передает твою лапшу она говорит 23 подходите забирайте там лапша с курицей в этом случае нужно просто будет эту систему использовать но и попробуйте сильно не трогать пакет пакте и продукцию на вынос вот меня это бесит то есть человек работает в перчатках пускай даже он не работает с деньгами я вижу что передо мной он отдавал заказы другим и он эти перчатки не меняет и вот он берет да он берет терминал он берет стаканчики для кофе и мне как бы не хочется брать эти стаканчики для кофе во первых мало кто использует картонки вот эти вот круглые картонки держалка для стаканчика чтоб руки не обжигала их же можно рядом положить чтобы человек клиент сам брал вставлял стаканчик в этот картонку и ты уже не соприкасаешь варианты есть такие стаканчики у которых еще две ручки до картоны то есть ты взял за стаканчик да уже за ручки или наоборот ты за ручки а гость за стаканчик но мы тут увидели все по моему же выдели вот это видео из итальянского кафе когда кофе подают на лопате то есть человек стоит у бара подает на лопате кофе со словами бонжорно антивирус короче в общем придумайте что то чтобы не сильно трогать пакет и продукцию ну или брызгайте вот вы такие взяли пакет побрызгали на него спреем и говорите берите своими руками ложечки они должны сами брать там вилочки салфеточки вот смотри у многих стоят открытые стопки крышечек для кофе стакан типа с ложечками я не хочу так брать оно должно быть чем-то прикрыто передо мной люди на это дышали я лучше открою крышку и возьму салфеткой ложку чем я возьму из открытого пространства а вот недавно я также вот так же брала кофе через окно и мне дают стаканчик я салфеткой беру стаканчик лежат крышки я беру и случайно берут 2 из 1 что сделала положила на место получается что следующий человек возьмет крышку которая трогала руками это лучше в данном случае чем вот вчера назвали мороженое у нее вазочка с маленькими ложечками для мороженого на своей рукой берет из этой кучи достает три ложки не надо это трогать сейчас посмотрим что нам напишут и еще несколько пиар-советов нас для этого есть запаивать ли каждый прибор ментальной упаковки кстати как вариант ну а стараться производить меньше мусора лишь я против тогда ставьте рядом с собой урну для пластика можно поставить инфракрасную лампу которая будет на все это дело светить или урну для пластика чтобы люди могли на плате то есть чехи это вообще по моему 10 разных а толку андрей но вот в екатеринбурге у нас была урна для пластика я честно копила я вынесла а потом прижать машина и выбрасывает все в одну в грузовик в общем и так еще немного советов пиар инфлюенсеры знаете кто это такие как раз не очень то и малые и большие тоже но он пишет правильно инфлюенсеры это лидеры мнений большие и малые блогеры и сейчас уже началась такая волна что например вот вчера писали про очень известного музыканта он был музыкант блогер именно он не выступал у него два миллиона подписчиков и он написал пост что ребята я оказался в такой ситуации что у меня нет денег чтобы побаловать себя любимым десертом и кофе так что если и он перечислил дальше мои любимые бары и кофейни доставят мне еду и хотят меня побаловать я с удовольствием напишу вас классную stories и классный пост в общем инфлюенсеры сейчас будут рады продвигать вас в обмен на то что вы привезете им доставку в подарок вот это уже начинается по всему миру смотрите у инфлюенсеров не число подписчиков по что многие говорят у меня подписчиков больше 5000 да но у вас комментариев под каждым постом 12 а у меня 30 это значит что ваши подписчики накручены они не живые они настоящие запрашивать инфлюенсеров которым хотите предложить еду в обмен на stories о вас и не надо просто сделать stories о вас надо делать stories о вашей доставке о вашем окне о вашем фастфуде о ваших полуфабрикатах смотрите значит число комментариев под его постами насколько настоящий комментарий и самое главное хоть кто-то из ваших гостей подписан на него там обычно видно на кого подписаны вы и кто ваши подписчики видно подписаны ли они на другого человека и ребята пожалуйста вот прямо сейчас сегодня срочно обновите геолокацию яндекс гугл карты два гиз фламп потому что сейчас люди будут смотреть по месту расположению вот например андрюха ездит по навигатору вейс это автомобильный навигатор он самый удобный здесь в европе а в россии какой самый был удобный я по гуглу ездил а я по яндексу но смысл в том что там не отмечены предприятия питания понимаете вообще а это бесплатно блин заполните профили везде сегодня же и потом когда через три дня будете готовы добавьте туда вот эти утп что к вам можно заехать забрать замороженный супчик вам можно заехать взять манты к вам можно заехать за кофе что вы торгуете через окно сейчас этой инфы катастрофически нет на картах потому что рестораторы тупят а потом они сидят и ноют у нас упали выручки у нас упали продаж хочется спросить тебя блин нет на бесплатной карте как тебе человек должен попасть вообще если он раньше по этому району не ходил у него не было времени а сейчас он решил прогуляться по району но это он в твою сторону даже не пойдет потому что он тебя там не видит думаешь я крон саша гроза на них накричала я вам советую посмотреть наш бесплатный курс по инсте наш канал на ютюбе называется бестрабрикс и там две части бесплатный мастер-класс профиль ресторана в instagram вам этого будет достаточно для того чтобы исправить ключевые ошибки и начать привлекать аудиторию в instagram еще раз повторюсь эти видео бесплатные как еще выкрутиться это уже как бы не пиар и не сохранение сотрудников про сохранение сотрудников сейчас у нас осталось немножечко как еще выкрутиться где-то с платежами я помню у нас тоже были свое время бывали тяжелые времена но арендодатель наш уже знал что у нас классные банкеты он видел отзывы и мы как-то один раз пришли и сказали мы давайте мы вот сейчас не можем заплатить за аренду 60 тысяч но мы вам дадим сертификат на эти 60 тысяч а вы у нас отпраздновать там юбилей мамы свой юбилей и он ведь отпраздновал я прям помню в основном зале и сейчас в принципе с арендодателем можно договориться о том же во первых смотрите вы ему даете сертификат на 60 тысяч а для вас это ну даже с зарплатой 25-30 тысяч для вас это во вторых он закажет потом мера когда все кончится и он приведет к вам новых гостей то есть это будет еще реклама а вас узнают новые люди еще чем мы пользовались и советуем вам предложить бартер друзей-партнеров например у нашего совладельца один из друзей был директором крупного сми у него и сайты и интернет и газеты и печатные издания у кого-то из друзей есть друзья владельцы стоматологии спорта в общем что-то где тоже сейчас спад им тоже нужно привлекать новых клиентов и это ваш хороший друг в общем что мы делали этот портал сми он очень читаемый но нам к примеру нам бару не надо было размещать там рекламу а у нашего арендодателя было еще одно здание и он в нем сдавал офисы и мы договорились нашим другом владельцем сми чтобы он на сайте разместил рекламу нашего арендодателя о том что у него сдаются помещения постоянно крутил в баннерах там во всех рекламах и он ему выкатил за это стандартный прайс там было как 30 тысяч для самого сми это не стоило ничего он просто попросил сотрудника загрузить рекламу а сотрудник на окладе арендодатель нам за счет этого списал на эту сумму аренды потому что он понимал что как бы у нас нет денег мы не можем заплатить это было вот несколько лет назад а иногда мы давали сертификаты тоже говорили что вам на доставку в офис и это другая сумма выиграть и мы вам за это заплатим 10 тысяч вот вам сертификат заказывайте на 10 тысяч а на самом деле себестоимость продукции то 3 вы как бы получили на 10 отдали на 3 мы это постоянно с андрюхой пользовались этим дело но такие вещи мы делали еще один момент если у вас были когда-то студенты сотрудники которые жили в общежитиях вспомните вы наверняка писали им письма в общежитии писали что прошу разрешить ивановой маши приходить в общежитие после комендантского часа потому что она работает у нас было такое что никто никому не писал так вот если у вас сотрудники снимают квартиры предложите им отправить скрин через мессенджер вот такого гарантийного письма на вашем фирменном бланке что прошу вас если можете отложите дайте отсрочку на платеж по квартире для ивановой маши она работает у нас официантом мы ее не уволили мы не сократили мы всячески поддержим но нам нужно время пожалуйста позвольте ей там два-три месяца сколько сможете не платить за квартиру сделайте такие гарантийные письма для своих сотрудников отдайте ему пусть они не отошлют с кем-то это сработает ну и у всех поставщиков обязательно попросите большую отсрочку на товар не 14 не 28 дней попросите насколько можно в принципе тоже многие по отзывам из сферы идут на встречу а вот эти гарантийные письма они реально помогли ребятам потому что арендодатель их квартир знает что в сфере кризис коллапс он боится никогда не получить денег но получая такое письмо от работодателя он говорит блин повезло ему у меня нет такого работодателя хорошо и последняя наша тема о чем мы обещали сегодня говорить вообще изначально вебинар должен быть проекта но мы начали делать поняли у нас просто такой антикризисный вебинар получается как занять сотрудников чтобы они продолжали зарабатывать давайте посмотрим что делают другие рестораны и так сделайте специальный бланк и попросите сотрудников его заполнить и чтобы их родные тоже этот бланк заполнили так вы узнаете что умеет сотрудник и что умеет их близкий человек который тоже сейчас засел засядет на карантин вот например наш официант наташа вяжет и вот это вот все что у нас связала вот это вот брошка малышарики это то что я вчера достала из ящика и сфоткала она вяжет как хобби но игрушки прям огонь а магазины игрушек сейчас закрыты а наташу любят многие наши гости если через ваш профиль инстаграм или социальные сети начать продавать там говорить это наша наташа снимать видео как она сидит вяжет покупаете игрушкам дети мы доставим вот ей заработок хобби монетизировал что у меня ребенок как бы все опередически просит просит игрушку и кубиками там игрушку этому что все дети просят кроме киндер сюрприза ничего не доступно сейчас даже сложно все магазины закрыты поэтому вариант отличный кто-то может у него папа делать деревянные домики для кукол это его хобби он не работал этим но он умеет а сейчас он засел дома и он может вспомнить а у вас аудитория которая может и купить а например даня у нас может слегка сделать интернет-магазин и он делал нам плейлист этот плейлист часто гости просили можно ли нам записать диск можно ли нам кинуть на флешку почему бы теперь это не продавать сделать объявление в социальных сетях что ребята вы все просили данин плейлист флешка с его плейлистом стоит 500 рублей доставим вам на дом 150 рублей там стоимость флешки и 300 рублей заработал даня и он же пускай их и доставляет варианты это просто примеры чтобы вы поняли в каком направлении двигаться каждый из ваших сотрудников умеет делать что-то что могут купить ваши гости и купят и пусть чувак продолжает зарабатывать на самом деле мы это делали нас можно было купить игрушки на время кризиса то есть у нас те игрушки надо были на елках весели в новогоднее время на столах и украшений у нас правда покупали нас были украшения вязаные на столах елочки и у нас правда гости покупали эти деньги реально шли сотрудникам так вариант костеры крючком вязали костеры покупали за 150 рублей сотрудника в принципе дополнительного и сотрудник чувствует что ему относятся не как там пришел от работа ушел с ним сотрудничаю еще идеи которые сейчас здесь появляются и которые вот лично нас зацепили нам это понравилось например дети сейчас тоже большую часть времени проводят дома на площадке конечно выходим один раз сейчас закончу вебинар пойдем солнышко ловить но тоже бояться и у ребенка не выплюснута энергия и здесь некоторые сотрудники которые но реально вели здоровый образ жизни кто-то учится в институте физкультуры кто-то просто ходит на йогу понимаете вы можете через ваш профиль в инстаграм ваш официант или ваша повар который увлекается йогой она может вести для взрослых много но детскую йогу то есть собирать детей гостей перед экраном смартфона и она и ведет детскую йогу там всякую прикиньте какое счастье ты заперт с ребенком 24 часа в сутки и тут кто-то ребенка отвлек на полчаса да мы любим вас мы закажем от вас всю доставку мы купим у вас все что угодно потому что вы подарили нам полчаса от нас отвязался ребенок можно через stories через прямые эфиры сейчас я расскажу про инструмент как это организовать завлекать ребенка пусть ваш петя расскажет сказку ведь вспомни барменов какие они харизматичные да вам за эту сказку никто может быть и не заплатит но они будут вас так обожать что они закажут вас доставку а можете предложить как бы есть эти кнопки уже в социальных сетях а называется донейт и вконтакте есть и может петя в конце то есть по сути ладно формулирую мысли не сумбурно вы публикуете в stories что вас харизматичный бородач бармен сегодня во столько-то отвлечет ваших детей рассказав им театру сказку кукольным театром вы значит сажаете ваших детей гости перед смартфоном и он полчаса их невероятно завлекает помнишь как илюха в этом я только хотел сказать что али ибн не вот не из бухты барахта берем это у нас все было на нашем дне рождении развлекал детей 4 часа потому что бармену правда разговорчивые классные могут найти по бородатым он такой как бы и наши и все дети такие аааа причем он это не знаешь не как со смешайками и так далее он реально с ними делал коктейль молочный они все смешивают он им фокусы показывал он показывал барменские фокусы ничего нового он как бы просто показывал все что он умеет но это так понравилось детям и в конце получается он детям это проводит или в начале он говорит ребята вот табличка с номером моей сберкарты или номер моего сотового если я качественно разлег вашего ребенка у меня сейчас нет гостей я буду рад если вы оставите мне на чай короче ребята включайте креативность позволяйте вашим сотрудникам зарабатывать деньги не обязательно готовя еду а мой туалет или обслуживая гостей вот простой способ как сохранить сотрудников общем еще сведем вебинар на сайте пруф и мы платили вебинарную комнату на 100 участников на месяц это стоит на месяц две с половиной тысячи рублей и здесь не ограничено число спикеров число вебинаров главное что каждый вебинар может посетить только сто человек не больше и эта штука не принимает оплату но я думаю что у вас вряд ли там будет 100 желающих посмотреть сказку от бармана хотя кто знает кто знает представляете у вас к примеру там 5000 постоянных гостей если вы крупный крутой бар у 100 людей есть дети они обожают ваши и эти гости обожают ваш бар и они сажают посмотреть своих детей на то как сказку рассказывает он их развлекает полчаса вот и вы говорите как бы ребят если вам понравилось переведите 50 рублей на карту но 50 рублей и 100 участников это 5000 позволяйте вашим ребятам короче смысл в том что платите на всех вебинарную комнату научите ей пользоваться попросите чтобы они не ставили вебинары в одно и то же время они могут работать из дома там все видео уроки на пруф не есть как создавать вебинары как бы как их постить они с чересами свои социальные сети разберутся и пусть все сотрудники имеют доступ к этой вебинарной комнате к этому к этой площадке и ваши гости будут знать что вебинары ваших сотрудников можно посмотреть здесь те у кого есть права понятно все садятся на доставку и вот еще что делают здесь и что делали мы у нас повторюсь 2014 2008 были тяжелые времена и мы понимали что мы сейчас за 2-3 месяца развернем антикризисный план но на это время мы не можем себе позволить столько сотрудников сколько у нас было и мы их на два месяца как бы отдавали в аренду надежным друзьям предпринимателям у тех у кого спрос не упал или даже повысился вот например службы доставки и рестораны все кто работали на доставке и можно попросить чтобы они взяли вашего хорошего повара на две-три недели пока все не устаканится это все официально вы подписываете между ними там договор вот если хотите как-то себя обезопасить но это ваш друг и вы знаете что он не бросит вашего сотрудника вашему сотруднику сейчас нужна работа а вашему другу сейчас нужен человек в бизнес это не обязательно должны быть большие службы доставки вот например обнаружила что у меня знакомая катя в екатеринбурге давным-давно открыла фирму они делают замороженные как раз супы только супы и вот вчера увидела у якобы мажаева обзор вспомнила про них пришла на профиль и подумала а ведь сейчас у них резко возрастет спрос потому что у них там горошковый крем-суп ей наверняка понадобятся повара 23 временно на вот это вот период повышенного спроса а у вас как раз простаивают повара а у нее наверняка еще и кухня маленькая не рассчитана на такой спрос вы можете предложить ей чтобы и ваши повара по ее ттк в ее упаковку и из ее продуктов изготавливали на вашей кухне она им будет за это платить в общем короче вспоминаете обзваниваете всех друзей знаете как этот сетевой маркетинг у кого службы доставки у кого интернет-магазины всем сейчас понадобятся сотрудники на упаковку на приборку офиса на что-то и вы можете пристроить туда надежные руки где людей не кинут и где их у вас не отберут а возьмут всего лишь на три недели на месяц на два но ваши сотрудники смогут продолжать зарабатывать деньги в общем это делали мы пристраивали наших сотрудников на короткие промежутки куда-то и сейчас это тоже делают те кто смотрит этот отрывок на ютюбе пожалуйста поделитесь вашими методами не советуйте больничный не советуйте уволить не советуйте отправить неоплачиваемый отпуск потому что все это это бросание сотрудника на произвол судьбы и кстати даже если кто-то у вас до этого момента был безалаберным работал спустя рукава и относился к работе не очень это именно тот момент когда если вы его не бросите и дадите ему возможность зарабатывать хотя бы 50 70 процентов того что он имел раньше когда все кончится вы скорее всего почувствовать от него невероятную лояльность и поддержку что вы не отправили его в неоплачиваемый отпуск а нашли креативные способы помочь ему зарабатывать как еще сохранить сотрудников посадите их на отработку нового нормального продающего экономически выгодного меню у девяносто пяти процентов ресторанов оно не такое оно не основано на сырьевой матрице там не просчитаны косты там неправильный размер выхода неправильное описание неправильные составы вообще это блюдо не должно быть в меню в общем те кто это смотрят если вы сделайте про нас какую-то яркую красочную stories если вам действительно понравился наш вебинар и налепите на stories вот эту наклейку нато шуманское то я открою вам пришлю бесплатный доступ к первым нужным пяти частям пяти урокам нашего курса продающие меню ресторана здесь от аналитики до составления технического задания до отработки блюд и ценообразованием и для этого вам понадобится пара поваров пара официантов кто будут записывать ттк оформлять снимать отчет анализировать и в общем использовать это время на создание продукта который привлечет к вам массу гостей принесет вам много прибыли в короткие сроки за два месяца сразу после того как вся эта канитель закончится и у вас уже будет готово такое меню и вы за два месяца заработаете в два раза больше чем обычно и покроете убытки те которые у вас произойдут сейчас также что делали мы в свое время и что пишут мне сейчас писали к вебинару те люди кто нас читают реально классный способ и самое время продать все не нужно у нас был целый шкаф забитый старой компьютерной техникой старыми принтерами с ноутбуком системный блок посуда интерьерные номера автомобильные которые нам больше не вписывались какие-то лампы самое время мы назначили тогда двух официантов мальчика на компьютерную технику девочку на все остальное они во-первых там прибрали все достали все отмыли проверили что работает что нет сфоткали выложили на авито выложили в своих социальных сетях и распродали и мы дали им в принципе 30 процентов потому что у нас это и так валялось на складах а тут получается мы сказали лёшка ты как ухитрился продать системный блок и принтер он говорит слушая на запчасти взяли дороже круто мы в этом вообще ничего не понимаем а он учился на компьютерной специальности и он продал все это на запчасти вообще за нормальные деньги в общем самое время и вот еще три дня они заняты да даже что-то зарабатывают как еще сохранить сотрудников пусть они учатся нужному для предприятия на работе вы находите бесплатные качественные онлайн курсы а скажите мне пожалуйста самый простой способ как найти качественные бесплатные онлайн курсы я проверю вас как бы у нас усвоили теорию поиска быстрых решений самый простой способ найти бесплатные качественные онлайн курс но в инстаграмах много конечно елена посовету правильно пишите этот пост у себя в социальных сетях и вам посоветуют ваши друзья какие курсы реально качественные какие классные и какие бесплатные супер самые нужные вам курсы для ваших сотрудников это продвижение в инстаграм основы маркетинга smm маркетинг кто-нибудь один пусть создаст телеграм бот уже в конце концов когда на вас гость подписывается в инстаграме и телеграм шлет ему и бот шлет ему сообщение что инстаграм бот телеграм бот привет спасибо что подписались обратите внимание мы теперь развозим по домам замороженные супы 2 год через неделю шлет привет что-то вы заходите смотрите но ничего не лайкаете а мы теперь доставляем одноразовые маски или а у нас теперь можно подключиться к полуденному к полуденному к был полуденной гимнастике для детей с нашим веселым барменом иваном вот пусть у вас чуваки сделают телеграм боты это легко просто но у них не было это времени а теперь у них есть время пусть они приходят вам на работу со своим ноутбуком или вы даете им ноутбук и они сидят и делают вам телеграм бот а вы им платите какие-то деньги потому что это принесет вам офигеть сколько продаж а сейчас у вас у этого нет ничего пусть изучают фотографии найдите у знакомых или принесите свою им зеркалку пусть учатся фотографировать закажите какие-то недорогие штативы зонтики вот все как у нас освещение лампы это все в пределах 4000 рублей можно купить и пусть изучает photoshop и пусть учатся делать макеты и вы больше после того как все это кончится вы не будете тратиться на дизайнеров вы не будете ждать три недели вы не будете ждать неделю ваши ребята возможно вам меню научатся верстать да крутое пусть изучают и вы потом в будущем тоже дадите подработку я пока не забыла фотку вчера стащила из новостей значит на самом крупном портале екатеринбурга из вардовской области е1 и такая статья в городе появились воодушевляющий граффити связанные ситуации ну-ка конечно там две фотки и вот это граффити путь здоров и типа гаража и начали ходить фоткаться и мне смешно там написано неизвестные нарисовали это граффити ох какие неизвестные нарисовали это граффити это кофейня написано кофе to go и реально как ты не сфоткайся у этой надписи вот это вот часть где написано кофе to go попадает в кадр то есть красивая в принципе граффити но стильная посыл классный понятно что люди начали фоткаться там ой кто же это мог бы нарисовать это граффити конечно без логотипов без рекламы без кофе но сам факт что попадает дверь и про это написала федеральная сми ну и последние несколько советов сейчас государство многих стран открывает волонтерские позиции это не значит что конечно медсестры какие-то медицинские но им нужны лишние руки кто допустим распаковывает вот эти медицинские товары государство ищет вот у нас по я читала про уходу за бездомными в эти в центр раскладывать им еду раздавать еду готовить еду за эти дела государства европейских стран где-то что-то платят где-то не платят я так предполагаю что наше государство понадобится такая помощь патрулировать улицы что-то еще проверять там работу магазинов вряд ли они за это будут платить но если выбирать хорошие позитивные волонтерские вакансии и предлагать сотрудникам туда пойти то нужно чтобы сотрудники в это время обязательно много снимали видеофоток и делали stories с популярными в это время хэштегами вот сейчас государство у нас открыла очень много волонтерские вакансии просят приходить и шить одноразовые маски ряд материал дадим машинки есть нам нужны люди которые на два-три часа будут приходить и шить мы за это не платим вот или там сдают плазму крови потому что придумали такую классную штуку что плазма уже переболевших с иммунными телами тестируют если ее перелить тем кто в тяжелом состоянии то это помогает у них как бы возникает иммунный ответ и хотя бы на этом можно будет привлекать очень много внимания к вашему предприятию это пригодится и на будущее некоторые рестораны ведут онлайн курсы для гостей как разделать рыбу и даже подолок подолок это человек специалист с проблемами ногтя ногтей на ногах вот вроде бы она оказалась безвыходной ситуации она не может принимать пациентов она не может им помогать но пациентов такие ситуации что им нужен хотя бы какой-то поддерживающий уход потому что она начала лечение это вот как знаешь примеру операцию сделали аж вы не сняли и теперь приехать их снять нельзя вот так она запустила индивидуальный онлайн консультации за небольшую сумму за 300 крон что я вам посоветую у посмотрю в каком у вас состоянии посоветую какой мазью какими процедурами продержаться до того момента когда вы вновь сможете прийти ко мне на прием в общем если даже подолок смогла зарабатывать в этой ситуации ребята вы тоже сможете потому что должны быть люди которые не представляют себе своей жизни без ваших ребят без вашей продукции без ваших напитков я только что подумал недавно мы тоже слышали что в европе появились молодые ребята которые предлагают свои услуги пожилым людям они оставляют записку что мы не находимся в группе риска ну в общем они помогают пожилым людям ходят вместо них за продуктами бесплатно это волонтерская деятельность предприятие закупить я думаю что такие пожилые люди в россии у них определенный набор продуктов которые они берут рис там не знаю хлеб и что-то еще мы были как раз лучше их угощать тыквенным супом и разносить просто по местам можно даже не тратить свои деньги но смысл я не помню у меня это в этой будет презентации или в другой до списке пожилых людей можно взять администрации не обязательно бесплатно приносить продукты у нас у рестораторов так-то сейчас на легкие времена у пенсионеров у них даже часто есть деньги хотя бы предложить вот эту помощь что я схожу погуляю с вашей собакой или я принесу вам продукты схожу для вас в магазин принесу магазин надо просто свои продукты продавать 5 процентов что-то приносить им в подарок да то есть вы они заказали там рис гречу и хлеб а вы им принесли маленький кончик какой-нибудь в общем здесь люди продолжают делать что-то хорошее по моему мне есть про это слайд нет странно что это забыла продолжают делать что-то хорошее потому что вот кстати посмотрите я мультик очень светлый клаус мы на днях его посмотрели он так называется клаус классный мультик даже меня которая такая но я в общем самый обычный человек я вот не очень добрая не очень хорошая но даже меня он понял и здесь в чехии когда видишь примеры как люди делают что-то доброе хорошее для других но заставляет тебя что-то тоже сделал доброе хорошее для других вот сегодня мы поэтому провели бесплатный вебинар мы к нему очень долго готовились просидели все выходные созванивались с рестораторами и мы не делаем продающие вебинары да что вот недавно я была короче мне понравился тема вебинара она называлась как создать и запустить свой первый подкаст я подумала прикольно и вот в своем плотном графике выкроила час 50 минут я слушала эту женщину на тему почему мне необходим подкаст мать я пришла на вебинар который называется как создать и запустить свой первый подкаст ты мне 50 минут рассказываешь о том почему мне нужен подкаст ну короче закончился тем что говорит ну как бы ну вот все надеюсь я вас убедила и вот приглашаю вас наш курс который стоит столько-то там вы узнаете все про подкасты и потом она мне еще несколько дней письма писала что а что вам скидка еще 10 процентов успевайте записаться я к тебе принципиально не пойду принципиально потому что ты мне вообще не помогла ничем а у нас полностью законченный вебинар о том что делать если мы будем узнавать новые меры да мы тоже про это будем дальше продолжать писать наших публикациях чтобы вы были в курсе что еще можно сделать помимо этих граффити помимо становления продуктовым магазином в той или иной форме и помимо других способов в общем здесь в чехии некоторые кофейни возят кофе в ближайшие больницы потому что знает что врачи работают в памперсах потому что им сложно снимать это дорогостоящий костюм и нет времени пойти в туалет и они возят им хотя бы кофе порадовать какими-то житейскими радостями некоторые угощают бесплатно водители автобусов которые тоже в зоне риска полицейских и когда ты видишь что вокруг тебя много много делается от этого хорошего помимо пиара конечно такого достаточно позитивного и доброго тебе еще становится спокойнее радость не на душе и тоже хочется сделать что-нибудь хорошее и тогда вашим гостям как раз и захочется отправить и вы вашему бармену на карточку в обмен на сказку вот о чем мы сегодня говорили вот все что мы узнали про то что будет происходить в ресторанном бизнесе про способы получать прибыль и выручку из подсмотренного и как занять сотрудников чтобы они продолжали зарабатывать всем кто нам напишет что вы хотите эти плюшки я вам их пришлю совершенно бесплатно что я вам обещала карточки лапши в коробках на вынос и другие блюда подходящие на вынос которые мы у нас найдем если вы сделаете про нас stories с нашей наклейкой я пришлю вам открою бесплатный доступ курсу продающее меню делайте продающее меню пока у вас есть на это время и я пришлю вам бесплатно все электронные книги по маркетингу в сфере услуг которые у меня есть в общем поделюсь что есть для этого надо просто написать нам наташа мне нужны плюшки все больше ничего не надо но мы тоже с андреем как-то пытаемся чем-то чуть-чуть зарабатывать что-то делать заходите на наш сайт у нас там много уроков бесплатных вот наш сайт gastrobrics screen.org у нас много еще больше видео на youtube канале и туда мы сейчас будем выкладывать много полезных маленьких бесплатно и приглашаем вас на наши ближайшие уже платные курсы 31 марта это через неделю до стартует курс как продавать много банкетов даже если у вас нет банкетного зала банкетами мы называем столики от 6 гостей с предварительным заказом выгоды таких заказов всем очевидны заранее знаешь можешь регулировать спрос заранее готовы заготовки легко поварам готовить легко официантом обслуживать значит косяков нет значит гости этих столиков довольны значит они становятся вашими постоянниками ребят все равно это все кончится и все начнут встречается и праздновать а вы пройдя наш курс все-таки мы решили сделать его курсом из трех или четырех занятий он будет уже будете во все оружие этот курс вы можете смотреть вместе с шеф-поваром с технологом с менеджерами чтобы все уже знали что будет происходить все вносили свой вклад и 6 апреля у нас будет марафон для рестораторов 5 на 5 5 дней 5 спикеров разные темы что делать в общем вот такой будет у нас марафон 6 апреля также подписывайтесь на наш канал youtube где мы выпускаем всегда новые видео вот например сегодня запись вебинара мы тоже выложим его туда и где вы можете находить много интересного здесь конечно же все наши материалы все продукты бесплатны учитесь на здоровье и желаем вам хорошего настроения сил веры в себя и пусть вас поддержит ваши сотрудники а вы их ваши близкие в это нелегкое для всех время